Здравствуйте! Это главная весть и Карачаева Черкесия. Сегодня у нас специальный праздничный рождественский выпуск. И мы пришли в гости в Никольский собор к священнослужителю Александру Гурину, который нам расскажет о смысле Рождества и о том, существует ли у священнослужителей депрессии, как из депрессии выходить народу. Начинаем! Скажите, пожалуйста, вот Рождество. Это праздник чуда. Но среди нас есть, наверное, люди, у которых и столы-то не обильно накрыты, и достаточно тяжелый год был. Скажите, пожалуйста, как им чудо ждать, чтобы поверить все-таки в праздник и в его чудесное превращение в сказочность? Для православного верующего человека чудо начинается с того, что человек обращается к Богу, общается с Ним. И в этот день мы верим, что сбываются наши мечты, сбываются наши пожелания. Но сбываются они не просто так, мифически, либо сказочно. Сбываются через тех людей, которые в этот день творят чудеса, которых посылает Бог в жизнь этого человека. Скажите, пожалуйста, все-таки как сделать так, чтобы эти добрые люди, которых Бог направляет, пришли к малоимущим и им помогли? Самому человеку необходимо дать о себе знать, что у него есть такая нужда. К вам прийти? Прийти к нам, прийти в храм, рассказать о себе, дать номер своего телефона, либо позвонить священнослужителям, телефонах которых находится в свечной лавке в любом православном храме. И, конечно, на просьбу этого человека в этот день особенно все откликнутся. Откликнутся верующие, откликнутся священники. А можно такой вопрос задать? Вот 12 православных больших праздников есть, правильно? В году 365 дней. А в другие дни как получить помощь этим малоимущим людям? Потому что, вы меня поймите правильно, многие и в Рождество, или там какие-нибудь праздники, в День России, День защиты детей, в рамках рекламной акции стараются с кульками поднести, селфи сделать, лайки получить и все остальное. Но этот пакет за один день съешь. А в остальные дни как жить? В таком случае в любом храме, в принципе, человека ставят просто на учет. Ему периодически оказывается такая помощь. Вот в нашем храме более 30 семей ежемесячно получают социальные пакеты. В них входит все необходимое. Это начиная с круп растительного масла, заканчивая теми продуктами, которые ему нужны. И в том числе какими-то лекарственными медикаментами, которые прописывают ему врачи. 30 семей – это только при этом храме? Да, это вот на территории Никольского собора. При Покровском храме в Черкесске существует такой же список, где оказывается помощь и продуктами, и вещами. А там сколько человек? Там более 50. Ну вот скажите, пожалуйста, вот у нас в городе почти 130 тысяч населения. Там 50, здесь 30, 80 семей в городе нуждаются. Это цифра реальная или еще есть пласт, который не дошел до церкви, чтобы получить помощь? Конечно, есть люди, которые… Стесняются. Стесняются. Есть люди, которые совсем недавно вошли в наш список. Это многодетные семьи, это нуждающиеся, кто потерял работу в период пандемии. Но мы призываем не стесняться, когда возникает проблема, необходимо искать методы ее решения. И первый метод решения – это прийти все-таки в храм, рассказать о себе, рассказать свою историю. И всегда есть православные волонтеры, которые возьмут на пометку, где ты живешь, как ты живешь, какие у тебя есть нужды. И вот именно эти 30 семей при нашем храме – это те семьи, с которыми мы работаем периодически. А вы какое-либо анкетирование проводите, как во многие благотворительные фонды, чтобы не было социального ждевенчества, когда я ничего не делаю, а, извините меня, батюшка все принесет? Да, конечно, мы проводим такие анкетирования, наблюдаем за человеком достаточно очень подробно, общаемся с этим человеком. В результате общения мы узнаем, вообще, чем человек занимается. Тунеядец или нет. Да, да. Поэтому иногда бывает разовая, двухразовая помощь, когда вот возникла потребность, вот именно в этот момент, в этот час человеку нужна помощь. А иногда действительно помощь нужна более серьезная. Человеку нужно прийти домой убраться, даже приготовить кушать. Не всегда ведь социальные работники успевают выполнить свою работу. И у нас есть такие же инвалиды, старики, которые нуждаются в такой поддержке, даже чисто в нашем человеческом внимании, в улыбке, в разговоре. Иногда и такая помощь оказывается первичной. Ее нужно оказать такому человеку. У вас очень хорошее такое дело было до пандемии, по крайней мере, когда вы готовили еду, и любой человек мог на трапезу прийти. И скажите, пожалуйста, как во время пандемии люди питались, потому что закрыть столовую, допустим, храма, из-за того, что скопление нельзя совершать человеческое, ведь могут люди голодать. Как решалась эта проблема? Мы оказывали помощь, то есть у нас есть повар, есть человек, который занимается приготовлением пищи, а также есть продукты, которые приносят, например, помянуть своих родных и близких. Зачастую это уже готовая пища, ее просто необходимо донести до того, кто имеет в этом нужду. Вот мы просто такие продукты доносили, и в том числе горячую пищу, потому что действительно у нас все столовые на территории республики, массовые какие-то мероприятия запрещены, и они тоже закрывались. И до сих пор у нас при храме столовая не работает, но мы готовим, стараемся. Кто-то дома готовит, кто-то готовит, уже берет готовую пищу и таким людям приносит. Скажите, пожалуйста, пожертвования люди стали больше делать во время пандемии или все-таки меньше? Скорее нет, потому что у нас есть сложности материального характера, начиная с того, что мы прекратили роспись нашего храма из-за недостачи средств. Начали, но ее так и не завершили. Заканчивая тем, что в период пандемии у нас сотрудники, в частности нашего храма, зарплата была урезана на 20%, 80% давалась зарплата, но частично приходилось и сокращать, потому что... Сокращать персонал? Сокращать частично массовость персонала, да. То есть если хор пел из 15 человек, он стал петь из 7-8 человек. Вот потому что как бы и там есть своего рода определенные риски заражения, поэтому вот приходилось и так работать. В этой связи мы принимали некоторые требы не только в свечных лавках, но и в социальных сетях. Люди писали имена своих родных и близких. И кто мог позволить себе пожертвовать какую-то лепту на храм, принести или перевести, этот человек совершал такой перевод, и приносил лепту на храм. Но это не обязательно было пожертвование. Вот таким образом, дистанционно мы общались с людьми и надеемся, что где-то вот этот барьер мы перешли. Сегодня уже люди стали возвращаться в храм, приходить в храм, конечно же, с соблюдением всех санитарных норм. Это ношение масок, использование различных средств, которые предусмотрены нашими врачами, медицинскими сотрудниками. У нас сейчас будет прогноз погоды и реклама. Скажите, пожалуйста, а как вообще вы, как священнослужитель, относитесь к рекламе? Если это хорошая реклама, то, конечно, положительно. Реклама дает возможность человеку немножко войти в какой-то другой вкус, в какую-то другую часть истории. Ведь в рекламе бывает, несутся различные и хорошие, позитивные моменты. Иногда человек, увидев рекламу хорошую, улыбается, иногда появляется настроение. Это касательно хорошей рекламы. Вот, теперь о настроении. Как настроение у священнослужителей? Есть ли много потерь среди работников храма и служителей? Среди работников храма священнослужителей потерь не было. Да, были ситуации, когда приходилось принимать участие в отпевании прихожан, которые, заразившись коронавирусной инфекцией, у них были хронические заболевания, и это вызвало причину их кончины внезапной. Это кончина священнослужителей? Нет, это кончина прихожан. А, да, о работниках церкви хочу спросить. Смертности не было? Смертности не было, и среди священников тоже все живы. Слава Богу. Ну, вот сейчас главная помощь людям, которую необходимо оказывать, это не сколько даже еда, она каждый день нужна. Сейчас нужна душевная помощь, психологическая. А мне хочется задать вопрос, нужна ли психологическая помощь священникам? Есть ли такое профессиональное выгорание, депрессия? Наблюдаете ли вы, работают ли с вами какие-то специалисты? Конечно, любой священник, прежде всего, это человек. Это не ангел на крыльях, поэтому как и среди медиков, учителей, так и среди священнослужителей есть те, которые, ну, более, скажем, качественно выполняют свою работу. То есть те, кто нуждается в такой психологической помощи, в помощи окружающих людей. И прежде всего, такую помощь, эмоциональную поддержку должны оказывать сами верующие. Но, конечно, вот лично в моей практике такого профессионального выгорания никогда не было, потому что я стараюсь выполнять свою работу до конца и с большим желанием. Если человек, мне кажется, делает это всегда так, искренне относится к людям и пришел, в общем-то, в эту профессию, а может быть, призвание, да, вернее, наверное, правильно так назвать, с искренним всегда желанием и правильно рассчитывал на то, на что он идет, то он до конца остается в своей сфере и работает для людей, ради людей, чтобы оказать им помощь. Если изначально у человека был приход и какая-то цель дорогих машин, либо финансовой обеспеченности, то, естественно, в какой-то момент он может разочароваться, потому что не получил вот того результата, о котором мечтал. Если же человек понимает, что священник – это крест, это прежде всего служение, самоотдача, это очень большой труд и изначально преследует эту цель служения, мне кажется, Господь на определенном этапе, даже тогда, когда сложно бывает, ведь в семье священника тоже есть сложности и воспитание детей, и материальные трудности, все равно Господь через верующих священника, как личность, как человека, поддерживает. Просто необходимо вот эту основу, с которой он пришел в это призвание, сохранить. А скажите, пожалуйста, как церковь относится к тому, что Дед Мороз становится чудесником и исполнителем желаний? Не считается ли это у вас харам? Дело в том, что история Деда Мороза, она связана с образом святителя Николая Чудотворца. Этот образ – это великий святой IV века, который принимал участие в известных спорах, посвященных православной вере на Вселенском соборе, отстаивал какие-то догматы, какие-то каноны, и однажды помог трем девочкам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Он подбросил им мешочки с золотом. И в результате отец этих дочерей смог выдать их замуж. Вот отсюда образы Деда Мороза. То есть с точки зрения церкви… Дед Мороз помогает выходить замуж, получается. С точки зрения церкви, святитель Николай Чудотворец – это первый Дед Мороз или Санта-Клаус, святой Николай, к которому можно обращаться и, несомненно, ждать от него помощи, потому что, да, мы обращаемся к Господу Богу, но мы также почитаем и своих старших братьев. Иногда они за нас ходатайствуют перед Богом и помогают нам. Свидетельствует этому множество описаний, каких-то документальных хроник, которые сохранились до наших дней. В частности, известны эти хроники с жизнеописанием святителя Николая Чудотворца. Вот если так, ребенку или взрослому объяснять эту историю с Дедом Морозом, то все проблемы решены. А скажите, пожалуйста, все-таки стоит ли просить у Деда Мороза принца на белом коне, если возвращаясь к истории праздника? Я думаю, что просить нужно о самом главном. И просить у Бога прежде всего. Об этом сказано в Святом Евангелии. Когда мы просим о каких-то второстепенных вещах, они нам, по сути, не нужны, и они не исполняются. Когда мы просим о самом главном, о своих детях, о своих родных и близких, о своих родителях, то, несомненно, Господь слышит наши все просьбы. И вот с такими просьбами не только не грех обращаться, но нужно всегда обращаться и молить Всевышнего, чтобы Он послал свою помощь. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До встречи. Таким этот был праздничный день в Карачаево-Черкесии. До встречи на телеканале «Россия-Дима». Редактор субтитров А.Семкин